Иногда мне бывает некомфортно в большой группе, несмотря на то, что я люблю собирать вокруг себя много людей, говорить, но иногда бывают моменты, когда я себя чувствую очень маленьким, например, на большом стадионе. Я смотрю, как огромен стадион, и как он полон людей, и думаю, это всего лишь один стадион, и как же много вокруг людей. Иногда я чувствую, что меня переполняют эмоции, например, когда я нахожусь в большом городе. Наш медовый месяц мы провели в Таиланде. Мы прилетели в Бангкок, у нас был личный гид, и мы поехали с ним на велосипедах осматривать город. Мы пережили массу эмоций. Что вы сказали? Массаж? Да, но об этом мы сегодня говорить не будем. Не отвлекайте, этого в моем плане не было. И вот мы в Таиланде, везде атмосферные кафе и рестораны, и мы решили забраться на самую высокую башню в городе и поужинать с видом на город. Бывают такие моменты, что вы думаете, вот, это огромный город, куда бы вы ни смотрели. Везде простирается город, везде люди, везде носятся автомобили, и вот в этом моменте я поймал себя на мысли. Кто я такой? Я ощутил себя муравьем в огромном муравейнике, который не приносит пользы. Могу ли я на что-то повлиять, по сути? Вот в этом огромном море миллиардов людей на земле. И то же самое чувство у меня вызывает один библейский стих. Иисус говорит своим ученикам перед тем, как их покинуть. «Итак идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И научите все народы». У нас есть возможность на английском языке охватить весь мир, рассказать всем. Вы понимаете, что я имею в виду? Вас могут переполнить чувства, когда вы читаете эти строки. Я верю, что одна из причин, вызывающих подобные чувства, это то, под каким углом мы смотрим на влияние, оказываемое людьми на мир. Кто здесь тот самый, влияющий на нас здесь? Да, я знал, что я это услышу, хоть и сомневался. Но я все еще переживаю, что в соцсетях у Хайди больше подписчиков, чем у меня. Я понимаю, конечно, читать ее посты гораздо интереснее, чем мои. Но вы, вероятно, задумались. Я же в церкви, я знаю, что я могу влиять на этот мир. Поэтому я тоже та самая влияющая на мир личность. Есть такое слово «инфлюенсер», получившее благодаря социальным сетям новую жизнь. Инфлюенсер определяется тем, что у него большая аудитория в Инстаграме, Фейсбуке, Ютюбе и так далее. Например, Бас Смит в Нидерландах. Я принес Баса Смита с собой сегодня. Это подарок от Роуз и Питера. Они знают, что я фанат Баса Смита. И вот я открываю этот чудесный ящик. Все очень красиво. Кусочек сыра тоже, кстати. То есть Бас Смит выходные. У него более миллиона подписчиков. Вы тоже можете присоединиться. Мне он очень нравится. Я в Инстаграме ищу его страничку. Если у меня есть свободная минутка, я посмотрю его посты. Я буквально опоздал поучаствовать в акции с мячиками от Барта Смита. Те, которые для ванны. Мне так хотелось, чтобы и у меня был такой. А еще сегодня я увидел, что у Питера даже носки от Баса Смита. Вот это сумасшествие. Правда, ребята? Ну, хватит. Давайте вернемся к ИСУСО. Но его определение, насколько мне нравится Бас Смита, с каким удовольствием я смотрю его видео, и чем больше влияние и насколько продуманно он его использует, я думаю, что мы неправильно воспринимаем тех самых инфлюенсеров. Нам не стоит смотреть только лишь на его аудиторию, на его платформу. Когда я смотрю на тех, кто повлиял на мою жизнь, то это неизвестные личности. Может быть, вы вообще не знаете этих людей. Кого-то да, а кого-то нет. У меня был один преподаватель, который, кроме своего предмета, очень хорошо разбирался в науке жизни. И вот он как-то сидел рядом со мной и дал мне пару ценных жизненных советов. Он оказал влияние на меня. И это мои родители. Они здесь взяли. Так что осторожно с высказываниями. Удалось им или не удалось воспитать хорошего человека. Но это нелегко. Это труд. Труд и еще раз труд. Воспитать человека. У меня еще брат есть, так что это труд в квадрате. Еще в моей жизни была особенная милая женщина. Я называю ее моя духовная бабуля. Она всегда уделяла мне внимание и слушала меня. Она ставила чайник, молилась за меня. Она была моей вожатой в мое непростое время. Когда я был молод, она помогла мне двигаться дальше. Это было в то время, когда я ездил в кемпинге с товарищами по учебе. Это были всегда великолепные выходные. И Дор Брекерс, несомненно, Питер и Илона и другие оказали влияние на меня. Я им бесконечно благодарен за это. Кто же повлиял на эту церковь? Питер и Илона, сказали бы вы, и может еще пара людей. Но подумайте еще. Илона рассказывала историю, что на нее повлиял один плакат, который она где-то увидела. И на нем было написано «Церковь восстанавливают на очень старом фундаменте». Что-то в этом роде. Там не было ничего такого «Выбирай Иисуса» или чего-то подобного. Илона заметила плакат, послала Питера к разработчикам всей этой кампании. И это способствовало крутому повороту в их взаимоотношениях с Богом. И они в результате организовали эту церковь, где вы сейчас сидите, где я и другие люди получают свое благословение. Не недооценивайте то, что может сделать Бог. Даже в том малом, на что вы сами можете повлиять. Я хотел бы привести новое определение инфлуенсера. Это человек, добавляющий смысл в жизнь другого. Человек, добавляющий смысл в жизнь другого. Мы есть те самые инфлуенсеры. Моя цель сегодня такова. Вы идете домой, и если вам кто-то задаст этот вопрос еще раз, вы инфлуенсер, то вы с уверенностью ответите, «Да, это я. У меня только один последователь, и это моя собака. Но я все равно могу влиять на жизни других, ведь вы вносите смысл в жизни других людей. Я здесь, на земле, чтобы распространять Божью любовь и добавлять смысла жизням». Нам нужно запомнить, что наше влияние не определяется величиной нашей аудитории. Но ценностью того человека для нас, который сидит перед нами, нам не нужно забывать об этом. Посмотрите на Иисуса в Иоанне. Это та же история, которую я уже рассказывал. «Если вы ее пропустили, неважно, вы все равно сможете разобраться или же самостоятельно прослушать ее». Историю о самаритянке, пришедшей к колодцу за водой. Иисус, уставший от длительного путешествия, приходит к колодцу и там. У него случается особенный разговор с самаритянкой. В двух словах, о той женщине ходили сплетни по всей деревне. Все ее знали, но никто ее по сути не знал. У нас на улице жил каратист. Так мы называли того человека. Он протыкал наши мячики, и все боялись звонить в его дверь. А может, он вообще был милым и добрым человеком, как и эта женщина. Все о ней говорили, но никто ее не знал. У нее было пятеро мужей, а шестой даже не назвал ее своей женой. Эта женщина пережила отвержение. Я уже говорил, что не она разводилась с мужьями, а они с ней. И ту пустоту она вновь и вновь заполняла новыми отношениями с мужчиной. Она пыталась заполнить пустоту тем, что ей причиняло такую боль. Но это была особая встреча. Иудеи не общались в то время с самаритянами. И совсем было исключено, чтобы еврейский раввин общался с самаритянкой. Невозможно было совместить эти две культуры. Вы заметите впоследствии то, как отреагировали ученики Иисуса. Уже в этом было большое различие. Но несмотря на все укоренившиеся различия для Иисуса, это не было невозможным. И он заговорил с ней. И в результате женщина понимает, она сомневалась вначале, но потом убедилась в том, что Иисус и есть Мессия. И вот она приводит всю деревню к Иисусу, к вере. Необыкновенно в этой истории то, что Иисус должен был идти через Самарию. Я верю, что так должно было быть, потому что Он знал, что встретят эту женщину. Представьте себе, что эта встреча Иисуса и женщины произошла бы в наше время, в 2021 году от Рождества Христова. Как бы тогда это выглядело? Я имею в виду, представьте себя на месте Иисуса. Если бы Иисус был как я, то Он бы бежал с какого-нибудь собрания, очень занятой, бежит быстро, конечно, уставший, в поездке. И вот Он сел, взял свой мобильник, решил себе заказать воды через приложение, чтобы Ему доставили через пять минут до двери. И вот Он, как я, сидит за своей маской. Я так говорю про телефон. Если нам неинтересно, мы все за Него прячемся. Нам неинтересна тема, и мы сидим и смотрим в экран. И вот представьте, что Иисус так и действовал. Он быстро заказал воды, потому что Ему нужно было быть в Иерусалиме. Там я организую свое министерство. Там были все религиозные лидеры. Там было людно, там все происходило. Если вы хотели произвести впечатление, вам нужно было быть там. Но Иисус не был под впечатлением. Насколько большой была Его аудитория. Он оценивал ценность своей публики. И поэтому Он заметил ту женщину. Я подошел к своему первому утверждению. Иисус был призван, чтобы быть в определенное время, в нужный момент. И мы тоже призваны, чтобы быть в нужном моменте. Чтобы мы ценили, насколько важен этот момент. Часто же я и сам так делаю. Обуваю ботинки. Мы упускаем важность момента, потому что не поглощены им. Мы где-то еще. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы там, но наша голова, мысли витают где-то еще. Или же, перефразирую, мы так заняты тем, что будет потом, что не ценим тот самый момент, в котором живем. Вчера я навещал родственников. Мы собрались все вместе. Было так хорошо. Но мне нужно было все время возвращать мои мысли в текущий момент. Мы так часто думаем о том, что будет потом, что надеемся, что этот момент скоро пройдет. А потом жалеем о том, что пропустили этот момент. Думаю, что те, у кого дети носят подгузники, хорошо понимают, о чем я говорю. Если только хорошо, когда уже узнаете свои предложения. И вот вы смотрите на фотографии и думаете, куда же ушло все то время? У меня как-то случился разговор с одной женщиной. Я чем-то был занят, а эта женщина проходила рядом с собачкой. Я с ней поздоровался. Доброе утро. Не нужно мне было этого говорить. Я белье развешивал. Не может быть, дело было во мне. Нет, она очень даже милая женщина. В любом случае, ну что же я тут сказал, правда? Я чувствовал, что мне нужно продолжать делать то, что начал. Я был занят. У меня вдруг появилось время закончить то, что я делал. И другой бы дальше продолжал свое дело, но что-то заставило меня остановиться и уделить ей внимание. Мы говорили о том, о сём. Она рассказала, что ее сестра жила в Америке. И в конце она рассказала, что ее муж семь лет назад скончался. И вот одно, что она мне сказала, осталось в моих мыслях. Будущего не существует. Есть только настоящее. И вот разговор быстро закончился. Я продолжал заниматься своим делом, но эти ее слова запали мне в мысли. Будущего не существует. Есть лишь настоящее. И в моем христианском мышление крутилось. Конечно же, есть будущее, есть вечность. Но ее слова остались у меня в голове, и я понял, что она права. Я не могу знать того, что случится со мной через 30 секунд. Мы даже на 30 секунд вперед не можем заглянуть. Будущего нет. Есть лишь настоящее. Вот это и есть следующее утверждение. Мы призваны жить настоящим моментом, чтобы мы научились ценить текущий момент. Именно это и понял Иисус. Он знал, насколько ценно была эта встреча. Он знал, что нужно ценить текущий момент и быть в нем. Чтобы повлиять на этот момент, не упустить его. Честно, я бы так и подумал, если бы только мне удалось побывать в Иерусалиме. Наши мысли играют с нами в игры. Если бы да кабы. Нам всем это хорошо знакомо. Если бы у меня было то, это, продолжите сами. То я бы больше отдавал. Я был бы счастлив. Я бы имел больше влияния. Если бы у меня было столько подписчиков, как у моей жены, то я был бы по-настоящему счастлив. Это правда. Если бы я там был, на том месте, то и так далее. Молодежь часто так делает. Я тоже не исключение. Я тоже так говорил. Я сижу тут один в карантине. Если бы только я был там, то... Но это всего лишь игры нашего разума. Вы же здесь и сейчас, и для этого есть свои причины. И вот именно это вы выносите из момента, те самые игры разума. Если бы да кабы. И вы же не там, не в том месте. Позаботьтесь о том, чтобы жить здесь и сейчас, ценить это. В послании Иоанна читаем. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеза. Было около шестого часа. Очень странно. Иисус сел у колодца, знающий то, как спасти весь мир, знающий то, что происходило в мире. Он избранный сел у колодца. Кто-то мне говорил, что в Библии нигде не сказано, что Иисус бегал. Это хороший урок для меня. Он сел у колодца. Когда у вас есть время посидеть? Есть ли у вас время жить настоящим моментом? И видеть того, кто перед вами? Когда вы просто так сидите? Или же вы так заняты тем, что должно быть сделано, что вы теряете этот момент? Вы молитесь, используй меня, дай мне людей. А Бог говорит вам, посмотри вокруг себя на людей, которых я привел к тебе. Я думаю, наша самая большая проблема не в том, что нам нужно еще сделать, но в том, что мы уделяем больше всего времени тому, что не так важно. У меня в отпуске был такой открывающий мне глаза момент. Я отключил Инстаграм, новости, все приложения тоже отключил, чтобы они мне на экране не мигали сообщениями. Поэтому, когда я включал телефон, я видел только сообщения от жены. «Дорогой, где ты?» И через полчаса ответ «Я дома, красота». И вот что случается, когда вы так же делаете и оставляете свой мобильный в покое. Вы просто начинаете трястись, у вас болит голова. Вы не уверены, приносите ли вы вообще какую-то пользу в мире. И вот у вас изо рта идет пена, но если вы это все переживете, то у вас начнется настоящая жизнь. Я не знаю, помнится ли вы еще это время, но вы тогда и живете по-настоящему. И вот тогда вы слышите людей вокруг вас, и детям не нужно 10 раз кричать «Мне папа», чтобы я оторвался от своего мобильника. Тогда я и стал жить настоящим и наслаждаться текущим моментом. Я верю, что если мы буквально или образно присядем, вот тогда вы удивитесь, сколько всего важного вы сможете сделать в жизни других людей. Есть такие слова. «Лидерство» — это придание смысла жизни других людей. «Лидерство» — это очень просто. Это влияние. Это не связано с вашими регалиями, должностями, ролью. «Лидерство» — это влияние. Это и делает Иисус. Он садится, начинает разговор и придает ее жизни смысл. Та женщина была не раз отвержена, что лишь внимание Иисуса к ней наполнило ее жизнь смыслом. Самые первые слова, которые он произнес, открыли ее сердце, ведь он был единственным, кто заговорил с ней. Ваши слова одобрения, внимание, время, отданное другому, может изменить чью-либо жизнь. Мы не только призваны жить текущим моментом, еще мы призваны отдавать любовь и милость другим, чтобы открывать людские сердца. Это мое второе утверждение. Я каждый раз удивляюсь, насколько Иисус отстраняется от проблем того времени. Он не углубляется в мировоззрение того времени. Несколько раз она начинает с ним диалог о разных вещах того времени. Почитаем в Иоанна. Женщина самаринская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самаринки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Она попробовала вовлечь его в спор о происхождении и взаимоотношениях народностей. Актуально, не правда ли? Иисус повернул разговор обратно о важном. Давайте же не будем думать лишь только о том, что происходит в мире. «Если бы ты только знала, кто говорит с тобою», — сказал он. «Тогда бы ты его просила дать себе живой воды». Разговор идет дальше. И завязывается дискуссия религии, на какой горе следует нам молиться Богу. На какой? Другими словами, что есть правда, а что есть ложь. Иисус, конечно, знал, что он придет в Иерусалим. Это все еще должно случиться. Он не отвлекся от темы разговора. Во всей этой истории видно, что Иисус не вступает в дискуссии. Ему же каждый раз предлагает она начать разговор о земном, о проблемах того времени. Но Иисус не обращает внимания на то, что в сущности не имеет значения. Он видит, что она важна, и хочет отдать ей свою любовь и милость. Мы должны сделать это своей целью. Никаких споров. Неважно, кто прав, а кто виноват. Честно говоря, я так устаю от всех дискуссий. Возникла даже такая тенденция. Если ты со мной не согласен, то я просто удалю тебя из своей жизни. Ну да, скольких вы удалили из своих сетей, только потому что они не были такими, как вы думали. Все рекламодатели отменяют рекламу товара. Если случается брак, никто не хочет запачкать свое имя. Но Иисус хочет, чтобы его имя связывали с людьми, которых отвергают. Ему не важна его репутация. Его самого позднее отвергнут. Он знает, что это такое протянуть руку тому, кто в беде. Нам тоже не стоит бояться протянуть руку тем, кто отвергнут обществом. Дорбрекерс, я обращаюсь к вам. Давайте будем осторожны и не станем действовать в рамках общества, его культуры. Давайте действовать, отдавая свою любовь и милосердие другим людям, которые вне рамок культуры и общества. Мы слишком быстро навешиваем ярлыки. Я вернусь к рассказу о кемпинге, где мы были. Мы стоим в поле, и вот оно пустое, потом приезжают и уезжают люди. Мы были там три недели. И первое, что я делал, это смотрел, кто приезжает и уезжает. Я прикидывал, будет ли мне комфортно с этими людьми рядом. Я думаю, что туристы знают, о чем я. И вот подъезжает разбитной дом на колесах, где играет битбокс на всю громкость. Я хватаюсь за голову и думаю, пропал мой выходной. Вот так быстро мы навешиваем ярлыки на людей. Не правда ли? Я вел себя так всегда до того момента, как моя жена Хайди сказала мне, «Дорогой, прекрати критиковать людей, смотри глубже». Мы с трудом выходим из нашего кокона, как всегда. Но в тот момент, когда мы начинаем критиковать людей, мы закрываем свое сердце для них. В тот момент, когда вы начинаете осуждать людей, вы закрываете свое сердце для них. Посмотрите, как жил Иисус. Как раз тем, кто был отвергнут, Он дарил свою любовь и милосердие. Никто не помогал тем людям. И вот приходил Иисус, и шаг за шагом открывали они Ему свои сердца. Мы призваны дарить любовь и милость людям вокруг нас. Это то, что нужно миру. Это не просто слова. Это действительно то, что нужно миру. Безопасное место, куда люди могут прийти. И это есть вы. Просто подойти к вам в столовой на работе и просто рассказать вам все то, что с ними случилось в выходные. Без боязни получить осуждение в ответ. Вы просто слушаете. Посмотрите, что произошло с той женщиной. После того, как с ней заговорил Иисус, женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, Который говорю с тобою». А вот так момент, представляете себе? В это время пришли ученики Его. Бывают такие моменты, вы разговариваете с кем-нибудь, и вот кто-то приходит, и вам потом приходится возвращаться к тому, на чем вы остановились. И удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему. Что же здесь произошло с этой женщиной? Она пришла в середине дня к колодцу за водой, потому что она очурается людей, ей стыдно. Эта женщина привела всю деревню к Иисусу. И это неизвестная женщина, без инстаграма, без аудитории. Но Бог сделал так, что она смогла привести всю деревню к Нему. Я не знаю, что у вас происходит в жизни, но одно я знаю точно. Не важно, насколько велика ваша аудитория. Что вы думаете о себе? Но если вы впустите Иисуса в свою жизнь, вы удивитесь, какие перемены начнут происходить в вашей жизни. Поэтому Иисус говорит, и это мое третье утверждение, Иисус говорит, вы призваны быть теми, кто вы есть, чтобы Иисус через вас мог делать свою работу. Быть теми, кто вы есть. Каждый был рожден уникальным. Но многие приходят к смерти, уже потеряв свою индивидуальность. Вы созданы уникальными по воле Божьей. Вопрос в том, кто вы есть. И ответ на этот вопрос очень простой. Иисус отвечает нам, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегшая свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники. И она светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Мы призваны быть светом в этом мире. И во имя Иисуса вы есть свет для всех в вашем доме. Всех на вашей работе, всех в вашей семье. Вы есть свет. Мы можем извлечь урок из истории о самаритянке. Не обязательно, чтобы ваша жизнь была правильной. Вам не обязательно слово в слово цитировать Библию. У нас в голове стандартная мысль, что нужно все держать в порядке, чтобы Бог смог работать через нас. Вам не нужно знать Библию наизусть. Выучить все основы, чтобы принести пользу этому миру. Единственное, что вам нужно, это связь с Иисусом, чтобы источник живой воды струился в вас. Представьте себе, что мы все сможем зажечь наш свет. А вы когда-нибудь ночью видели свысока город, весь в огнях? Везде огни. А если вы стоите внизу этого города, то вы ощущаете себя в полной темноте и задаете себе вопрос. Кто я такой? И в чем мое влияние? Но сверху свет распространяется на весь город. И когда Бог сверху смотрит, Он видит, что дети Его освещают этот мир. И везде... Куда бы мы ни пришли, мы зажигаем свет. Есть люди, кому мы можем подарить смысл этой жизни. Я принес вам фотографию Бангкока, посмотрите на нее. Что же случится, если вы будете делиться своим светом? Тогда и заголовки ваших газет будут меняться. Я говорю о тех заголовках, о которых на прошлой неделе рассказывал Робин. Подруга присылает добрые сообщения другой подруге. Сосед помогает другому соседу с переездом. Сын с любовью говорит со своими родителями. Муж убирает свой телефон и играет с детьми. Женщина встречает Иисуса в небольшой компании собравшихся вместе на службу людей. Вы думаете, я это все придумал? Нет. Это быль. Мы уже давно встретили в Велюве женщину, одинокую мать, у которой недавно появился малыш. Вы представляете себе, как это сложно? И в тот же вечер она пришла с ребенком туда и отдала свое сердце Иисусу. Здесь, сказала она тогда, я могу спокойно посидеть. Здесь все так хорошо организовано. Никогда не недооценивайте свое влияние. В то время, как вы ругаете себя, и ваш разум занят игрой, если бы я тут не стоял, тогда, быть может, я бы пел на сцене. Я не знаю, о чем вы думаете. Если бы я этим не занимался, тогда вот так. И мы придумываем себе все больше и больше. Но Бог же не зря привел вас в то место, где вы есть здесь и сейчас. Иисус, вы — влиятель. Вы призваны придать смысл людским жизням. Мы такие же, как Иисус в этом мире. Вы есть то же, что и Иисус. Вы — свет, вы — ребенок Господа. Вы призваны творить в том месте, где вы находитесь сейчас. А знаете, я хочу, чтобы вы поняли, что каким бы незначительным вам не казалось, что наш Небесный Отец хочет использовать вашу жизнь, чтобы показать свою любовь другим людям. Кто здесь инфлюенсер? Нас стало гораздо больше, чем в начале. И напоследок. Пока я готовился к выступлению, я увидел записку из кипа бумаг, которую мне нужно было перебрать. Это записка от моего дедушки. Он писал письма и отправлял их в конвертах с марками разной ценности. Сама записка ценна, но и марки в 5, 10 и так далее евро. Иногда длинные, иногда короткие записочки. И он делал это для всех членов семьи. Дедушка всех поддерживал словом. А вот оно на экране. Это та же записка, что держу я в руках. Хайди, Йорди. Разделите. 2009 по-доброму вместе. Хорошо, что он так сказал. Я эти слова запомнил. От бабушки и дедушки. Моя бабушка уже много лет, как страдала деменцией, только и делала, что сидела на стуле. Но он всегда честовал ее, даже и после ее смерти. До сих пор. Псалом 145, стих 5. Блажен кому помощник Бог Иаковлев. У кого надежда на Господа Бога его. Моего дедушки уже давно нет в живых, но его влияние продолжается. Илона несколько недель назад говорила нам о богобоязненных поколениях. Знаете, спустя многие поколения его наследие продолжается. Даже сегодня здесь прозвучали его слова. Я точно знаю, что когда он писал эту записку, он не думал, что его слова прозвучат в этом зале. Ваша жизнь важна. Но я знаю точно, где бы вы ни были. Даже если вы сделали из нее непонятно что, ваша жизнь важна. Кому-то важно услышать мои слова. Ваша жизнь важна. Вы – влиятель. Вы призваны быть светом в этом мире. Вы – не тот свет, что украшает рождественскую ель. Но тот фонарик, освещающий людям их путь в темноте. Для этого вы были призваны. Ваши слова, ваше внимание, ваше время. Ваши действия несут смысл в жизнь других людей. Дор-брекерс, мы должны сделать этот мир лучшим. Везде, куда вы приходите. Приходит свет. Везде, куда бы вы ни пришли. С вами приходит Иисус. Его сила, Его свет. Так давайте же вместе молиться. И все вместе встанем. Отец, я молюсь, чтобы через слово мы поняли, что мы можем повлиять на этот мир. Отец, я молюсь, чтобы мы увидели, что мы есть свет в этом мире. Отец, я надеюсь, что наши глаза откроются в тот момент, когда Ты дашь нам слово и мудрость, идеи, чтобы мы смогли достучаться до людей. Отец, спасибо Тебе, что Ты послал нас нести свет в этот мир. Спасибо, что Ты доверяешь нам менять этот мир, нести любовь и свет. Отец, благослови всех, кто сидит в этом зале. Я думаю, это прекрасный момент, чтобы один на один для себя сказать Богу слова благодарности. «Господь, я хочу быть инфлюенсером в Царстве Твоем». уделите этому время, даже если Вы не верили до этого момента и сегодня впервые решились принять Бога в свою жизнь. «Господь, я хочу быть инфлюенсером в Твоем Царстве». Верьте, что Бог сотворит особенное в вашей жизни с помощью вас. Вы, может, никогда об этом и не узнаете. Например, плакат, который никогда не приносил результатов или делом, что вы думаете, делали напрасно, годами позже, но они все же принесут плоды. «Отец, мы здесь. Отец, используй нас как тех, кто будет приумножать Царство Твое». Спасибо, Иисус, за то, что Ты сделал, что течет в нас живая вода, что живем мы, что мы постоянно приумножаем Твои дары и таланты, которые Ты нам подарил. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.